Ребята, вы будете первыми, кто это узнает. У Брайан Мапса нет лица. Все в шоке! И что же будет дальше? Даже у картошки есть лицо! Спасёт ли всех программист? Смотри, узнаешь! Ты задавал, ну или задавала, себе вопрос, кто же самый горячий на ютубе? Лично я задал себе такой вопрос. И ответ был прост. Это я. Ну и ладно, надеюсь, все поняли, что это была шутка. Окей, не воспринимайте это всерьёз. Ну а если серьёзно, сегодня нам поможет определить, кто самый горячий из ютуберов сайт. И я уже заметил, что сайты нам всегда помогают определять... Вообще всё! Сайты помогают нам во всём. Как я жил раньше без них, я не знаю. Конкретно этот сайт поможет нам определить, насколько горяч человек. Мы берём, заливаем его фотографию на сайт. И смотрим, насколько он горяч. Давайте попробуем сначала посмотреть на Иисуса. Сайт нам говорит, что Иисус... Это не Иисус! Я хочу Иисуса посмотреть! Насколько горяч Иисус! Да б***ь! Ладно. Как листать-то? Берём фотку Иисуса и смотрим, насколько же он горяч. Так, Иисус Танин. Что это значит? Ты чё, дурак, б***ь! Б***ь! Короче, он норм. Даже очень. Он выше, чем хот, а значит, он горячее хота. Короче, Иисус очень горяч. Окей. Дальше смотреть на этих ребят я не особо хочу. Поэтому воспользуемся списком ютуберов, которых я подготовил. Ну что ж, первым будет Ванька Рудской. И Ванька Рудской у нас. Может быть он... Или... Окей. Такой окей. Может быть он найс? Нет. Ванька Рудской хот. Ну стоп. Это не Ванька Рудской. Это его майка хот. Майка действительно хот. Спорить не буду. Майка горяча. Ну а что насчет его лица? Ладно, попробуем взять другую фотографию Ваньки Рудского. Например, вот эту. И что ж, сайт нам в этот раз выдает инфу, что Ванька Рудской... Чё? Кажется, что человек на фото ниже 18. Ну то бишь, ему меньше 18 лет. Мы не отображаем результаты для несовершеннолетних лиц. Сэй, ты сломался? Ну ладно, попробуем другую. Так. И сайт нам говорит, что Ивангай... Да, б***ь! Окей. Возьмем другую фотографию Ивангая. В принципе, все реально. Например, вот это вот так. Так, загружаем его в фотографию на сайт. И сайт нам говорит, что Ивангай на самом деле... Он, хм... Ладно, для теста возьмем еще одну очень хорошую, красивую фотографию. Так. Ну что ж, определим, насколько же он горяч. Ну давай, сайт, покажи нам всю правду. Вот! Вот это уже больше похоже на правду. И очень горяч. Ну что ж, спорить с этим не буду. Вроде похоже на правду. Следующий в нашем списке... Эй, ютубер. Как же их много. Наверное, Мариана. Почему бы и нет? Мариана Ро. Да, вроде так. Окей. И она найс. Ну окей, ладно, с этим тоже не поспоришь. Действительно найс. Возьмем... Вилса Кома. Да, это тот чувак, который обозревает технологии. Он так же, как и Мариана Ро. Найс. Они одинаково найсы. Очень хороши. Попробуем взять фотографию Фроста, чтобы определить, насколько же он горяч. И Фрост тоже найс. 23 года мужчина. Угу, хорошо. Фрост с лимонами действительно хорош. Возьмем Ларина. Многие считают, что он действительно горячий. Сейчас мы проверим. Это тоже вполне неплохо. Дмитрий Ларин. Ты найс? Ну окей. Следующая фотография. Катя Клэп. Почему бы и нет? Возьмем Катю Клэп. Катя Клэп должна быть действительно горяча. Сейчас мы это определим. Катя Клэп не просто горяча. Катя Клэп... Что такое Стэннинг, господи? Оглушающий. Катя Клэп... Оглушающий. Есть другие переводы. Ошеломляющий. Великолепный. Снакшибательный. Ошеломительный. Короче, Катя Клэп сногшибательна. Почему бы не взять Юзю? Мне кажется, он тоже Стэннинг. Ну сейчас мы это определим. Сейчас, кстати. Нет, Юзю не Стэннинг. Он всего лишь ход. Но! Да это тоже неплохо. Мне почему-то хочется попробовать взять Темпеста. Темпест у нас на самом деле. Кто же Темп? Сайт, давай. Темп, ход. Не, фигня какая-то. Сайт сломался. Надо взять другую фотографию. Ну же. Давай. Темпест. Темпест. Найс. Ну да, это больше похоже на правду. Возьмем Пудипая. Пьюдипай. На самом деле. Год лайк, о господи! Он богоподобен! Даже Иисус был Стэннинг. Он больше богоподобен, чем Иисус. Неожиданно. Ну ладно. Окей, следующая фотография. Михаила Ремендеса. Посмотрим, насколько же он горяч. Ну окей, ну как бы... Хорош. Хорошо, сайт. Сайт не ошибается никогда. Только Стэнпстом. Стэнпстом. Он, он не хот, он... Найс. Так, следующий у нас будет Эва-Эва. С вами Эдвард от Эва. Ну да, он самый. Вот Эва-Эва у нас от Эва... Будет... Хорошо, он горяч. Спорить с этим не буду. Пьюдипай. Мне очень интересно узнать, насколько социальные эксперименты горячи в наше время. Но он найс. Найс. Кар-кар, с вами Данкар. Насколько же ты горяч? Только честно. Кар-кар действительно горяч. 24 года. И это нормально. Ладно, у нас еще есть Брайан Мапс. К сожалению, мы не смогли обнаружить лицо. Ребята, вы будете первыми, кто это узнает. У Брайан Мапса нет лица. Подождите, я попробую еще раз. Что за бред? Брайан Мапс. Хорошо, давайте попробуем загрузить картошку с лицом. Я заранее ее подготовил. Посмотрим. Даже у картошки есть лицо! И картошка... Найс, понимаете? Ей, 27 лет. Этой картошке 27 лет с лицом. Картошка с лицом имеет лицо! Брайан Мапс не имеет лица! Мария Вай горяча, ей 25 лет. Многое узнаешь, когда сидишь на сайтах? Савергон. Почему бы не взять его? Сайт считает, что Савергон на самом деле несовершеннолетний. Сайт не может ошибаться. На самом деле, это странно. Надо взять другую фотку Савергона. Окей, я взял другую фотку Савергона. И вот другую аватарку. И попробуем определить, насколько же он горяч. И... Что за бред? У Савергона нет лица. Ладно, окей, попробуем сделать небольшой эксперимент. Мы возьмем фотографию Савергона, совместим его с картошкой и определим, насколько Савергон картошка горяч. Это нормально. Так все делают. Почему он картошку определяет, а Савергона нет? Окей, мы берем этот картофан. Постом вырезаем его. Не, ну в принципе, это нормально. Ничего такого нет в этом. Нет, Савергона и картошка все равно не определяет. Короче, Савергон сломал картошку. Потому что раньше картошку определяло. А теперь нет. Ну ладно, без разницы. Это... Это нормально. Короче, все, я задолбался. Не забудь поставить сюда лайк. Оставить свой положительный комментарий снизу. Не забывай заходить ко мне в Инстаграм, Твиттер, группа ВКонтакте, страница ВКонтакте. У меня есть свой перископ. Все ссылки в описании. Ну и оставайтесь такими же потрясными. А с вами был Фрид. Всем удачи. Всем пока. Если тебе понравился видос, зелефика сюда ты лойс, подпишись на мой канал. Это просто взял-нажал, ведь я просто так сказал. Та-да-да-па-да-па-па-па.